Всем привет! Днепр на связи 5 июня 22.30. И шо? Скоро, скорее всего, будет тревога, потому что летят не утки, а беспилотники боевые. Потенциально будут входить в воздушное пространство, в том числе и в нашей области, включат тревогу. Светонет на улице отключили почти везде. С чем это связано? Сказали, что аварийные отключения почти по всей стране превышены лимиты. Гроза была, молния мигала. Ну, кто был на стриме, тот видел, но у нас как-то так дождик так и не пошел. Ой, ой, шо ж это такое? Там он что-то стреляет. В общем, шо я вам, друзья, скажу. Давайте вернемся к нашим сараям. По информации от главы областной военной администрации Сергея Лысака, за день Россия трижды обстреляла Никополь с артиллерии и десять раз были выпущены дроны Камикадзе. Ранены двое мужчин. 24 и 48 лет. Они будут лечиться дома. Повреждена пятиэтажка. Более полтора десятка частных домов. Четыре сарая. Разбитый погрузчик, автобус, несколько автомобилей, два легковых автомобиля загорелись, смогли их погасить. Повреждено админстроение, библиотека, два магазина, столовая, религиозная установа, четыре сооружения, которые не эксплуатировались. А еще теплица, гараж, газовод и линия электропередач. Вот такие дела. Дальше что? Сырский, главнокомандующий вооруженных сил Украины, дал свой комментарий по обстановке, в том числе на Харьковском направлении. Он сказал, что россияне по двум направлениям пытаются прорвать оборону возле Купенска. В Харьковской области ситуация сложная. Он сказал, что наше задание остановить Россию и принудить перейти к обороне. Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно увеличить нашу мощь и улучшить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. В общем, по словам Сырского, военные России продолжают наступление. Основные направления это Кураховская, Покровская, Купенска, Харьковская направления. Вот такие, друзья, дела. Что еще? Сегодня выступал министр обороны Германии Писториус и сказал, что мы должны быть готовы в 2029 году воевать с Россией. Победа России в Украине будет для Запада дороже, чем текущая помощь Киеву. Что еще? Вровно. Мужчина получил штраф за ложный вызов полиции. Он считал, что крышка консервной банки – бомба, которая взорвется в любой момент. И украинские СМИ цитируют Путина. Мы имеем право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Украине, сказал Путин. Удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России. Москва будет реагировать. Вот такие, друзья, дела. Берегите себя, берегите своих близких, кушайте кашку, слушайте маму. Доброй ночи. Без поводов для выхода на связь. И, собственно, до нового выхода на связь. Всем пока. Всем бобра.